Добрый вечер дорогие телезрители, четверг 19.15 в эфире национального телевидения программа Народный контроль, которую веду я, Дмитрий Аргунов. Так уж получилось, что время от времени нам дают возможность уйти от формата контрольной закупки в сторону чуть ли не Урмасаотта. То есть просто такой неспешный, обстоятельный, хороший разговор на заданную тему с интересными людьми. И сегодня мы пригласили в нашу студию поговорить и на тему еще раз о сетевом маркетинге руководителя сайта якутянка.ру, известную блогершу, просто хорошего человека Алену Алексееву. Давайте мы послушаем, что она думает о развитии вот этого направления в целом, о тех видах, которые принимает сетевой маркетинг у нас в Якутске, что это может дать или что это может отнять у якутских же женщин. Добрый вечер, Алена. Ну не секрет, что сетевой маркетинг в целом направлен именно на женскую аудиторию. То есть будь то косметика, будь то различные какие-то товары для ухода за домом. Что-то я не видел, кроме как определенных каких-то приборов связи, товаров, нацеленных на мужскую группу. Согласись, что целевая аудитория сетевого маркетинга это, ну на 90 процентов это женщина. Добрый вечер, дорогие телезрители. Добрый вечер, Дмитрий. Да, я абсолютно согласна с тем, что целевая аудитория и те же самые менеджеры, которые привлекаются к работе в сетевом маркетинге, это в основном женщины. Ну, во-первых, конечно, сама по себе работа сопряжена с тем, что нужно много говорить, много рассказывать, много потреблять и в целом как бы это... Потреблять. Потреблять, да. И, как правило, женщины это та категория потребителей, которые все время находятся в состоянии совершенствования, в состоянии, так скажем, развития, да. Ну, тему развития мы сегодня еще разовьем достаточно глубоко, которые находятся постоянно в состоянии недовольства собственной внешностью собой, недостаточно считают себя успешными, недостаточно красивыми, недостаточно богатыми. То есть у мужчин в этом вопросе как-то все относительно стабильно. То есть взять любого мужчину, он в целом как бы собой доволен. И такого, чтобы ему нужно было выпить какой-то волшебный порошок чудесный, благодаря которому он станет принцем, ну, такого нет. То есть, видимо, просто, может быть, вопрос, конечно, лежит, как всегда, глубоко в воспитании. На каких сказках выросли мальчики и девочки, да. То есть девочка это та принцесса, которую спасают, или там вот лягушка, которая превращается, или золушка, которая преображается. Вот, ну, сам такой вот посыл с детства. У мужчин такого нет. Хорошо, что не терпила, которая постоянно попадает в определенные какие-то полукриминальные истории. Ну, это же не сказки. Это уже реалии, да. Это вот золушка выросла и попадает в такие. Нет, ну, я, Дима, прежде всего, конечно, я хочу вот отделить, да, зерна от плевел сразу, вот изначально, потому что речь пойдет, конечно, в целом о таком виде бизнеса, да, как сетевой маркетинг. Но есть определенные бренды, которые имеют давнюю историю, которая началась, я не знаю, там, в 60-х годах в Америке, да. То есть сама идея заложена в тот вид бизнеса, она положительная, она позитивная, она действительно настроена на, ну, как бы, помощь женщинам в тот период, когда они испытывали стресс от дискриминации при приеме на работу, допустим, да. Ну, то есть мы не будем сейчас называть название, но это в целом неплохая косметика. Я в свое время пользовалась ею. На моем конкурсе в 96-м году это был один из спонсоров, партнеров, так скажем, да, и косметика действительно хорошего качества была. Сейчас я не могу сказать, потому что я детально не изучала уже состав нынешнего, да, и кто-то нападает и на этот бренд в том числе, может быть, это конкуренты, а может быть, конкуренты взяли за основу вот эту модель бизнеса и как-то ее под себя доработали, да, как-то модернизировали, как-то видоизменили. И конкретно та компания, из-за которой вообще в целом начался весь этот шум, ну, она же давно тоже достаточно существует на рынке, то есть во всяком случае я видела, меня приглашали. Время от времени меня периодически приглашают в разные, все время хочу слово сектор сказать, в разные компании, да. Ну, понятно, что у меня определенное количество подписчиков, то есть это мне сразу дает какую-то фору. Насчет тиктоидности, да, вот я сделаю ремарочку, да. Ну, подожди, подожди. Хорошо. Вот, здесь как бы, почему вообще в целом эта компания привлекла мое внимание? Ну, да, были бесконечные эти приглашения, достаточно назойливые. В целом, со мной они вполне культурно себя вели, хотя я часто слышала о том, что они агрессивно такие реагируют на отказ вступить в команду, да. Но раньше, раньше вещание было таким, что вот это такое чудесное средство, вот это такой прекрасный порошок, вот ты его сейчас разбавишь, и ты прекрасно всех накормишь ужином, да. То есть люди начинают менять свое сознание в сторону того, что есть какие-то волшебные пилюли, и стоят они, кстати говоря, очень недешево, да, вот, не вникая в суть вообще вопроса, в какой состав вообще, зачем, почему, да. Но их риторика в последние годы, она очень сильно изменилась. То есть акцент сместился в сторону постоянного какого-то вызова к аудитории. То есть ты нищий, если ты не стремишься к Мерседесу, к какой-то там машине высокого класса, да, или если ты не зарабатываешь от такой-то там суммы, да. Мне же прямо вот так вот написала предводительница этого движения, которая в Якутске является лидером, она сказала, что, Алена Алексеева, вы, конечно, ты можешь быть бесконечно права, но какой в этом смысл, если ты не зарабатываешь полмиллиона в месяц. Ну, то есть, во-первых, человек определил как-то, я не знаю, каким образом, что я там зарабатываю или не зарабатываю, да. Во-вторых, то есть это вот единственный аргумент, получается, в нашем нынешнем обществе. Зарабатываешь ты 100к или не зарабатываешь? То есть, если нет, то вообще молчи, и слово твое вообще никакого значения не имеет. Можно я все-таки произнесу все-таки вот свою ремарку? Есть у меня друг, хороший знакомый, по крайней мере, да, известный человек, известный в России человек, и он сделал такую... Его часто приглашают на конгрессы тех же сетевых компаний, которые происходят в очень красивых местах. Это, может быть, очень красивые места Петербурга, Москвы и так далее. И человек, так как человек искусства, ну, соответственно, играет, да. И сделал заметочку, судя по его и фотографиям, и публикациям, я тоже сделал наблюдение такое, что элемент, вот как мы говорим, вот мы команда, мы все успеем, мы притворим, и так далее, и так далее, он присутствует во всех, абсолютно во всех структурах сетевого маркетинга. Или это, ничего не говорю, абсолютно здоровая косметика, которая производится на собственных заводах, под собственным брендом, и так далее, или это любой тот, скажем так, прибор связи, который реально существовать не могло. То есть, в любом случае, вот это вот, мы команда, мы должны все делать все вместе, и так далее. А знаешь, почему? Да. Ты хочешь спросить, возможно, да, о том, почему я, да? Тоже на этот счет очень много рассуждала, думала, да, взять ту же компанию косметическую с давней историей, там, с такой хорошей легендой. Я вот у них не замечала. Во всяком случае, я не слышала, и ни от кого вот этих вот рассказов не было о том, что там происходят какие-то дикие танцы, или какое-то там, я не знаю, поклонение какому-то божеству, или какому-то культу, да. Но это все в целом, как бы, имеет, ну, некую связь с деструктивным культом. То есть, действительно, с сектами, да. Почему? Потому что это то, что позволяет управлять сознанием массы. Ведь, согласись, если, допустим, есть какая-то идея, бизнес-идея, хорошая, цели и задачи, которые понятны, то есть вот так вот она реализуется, вот так вот она будет распространяться, да, и вероятность того, что она найдет свою целевую аудиторию, она будет, в принципе, да, очевидна. И команда в любом случае пойдет, если у какой-то идеи есть хороший, внятный лидер. А когда, допустим, создается вот такая тема, которая, по большому счету, очень спорная, да, ну, то есть, ну, ну, что там, ну, какой-то волшебный порошок. Мы же теперь все в целом люди информированные, мы можем зайти и загуглить, и посмотреть состав, сравнить по цене, по качеству, да, понятно, все, тут что делать? Тут нужно какой-то уже создавать дополнительный пласт над этой всей историей. И вот этот пласт создается именно на вот этом искусственном ощущении команды. Как эту команду сделать? Если идея сама по себе не притягивает так, чтобы вот как магнитом, да, собрала вокруг себя людей. Создаются какие-то вот эти вот тимбилдинги, так называемые модные, да, сейчас, направление работы именно с сотрудниками, именно с командой, именно с персоналом, да. Делается это для чего? Делается это для того, чтобы их окунуть в какое-то такое состояние... Вовлеченность. ...где на время, на период уничтожается личность. Ты винтик. Нет, это преподносится, конечно, совершенно другими словами, наоборот, там, там они там все какие-то вот такие лозунги, да, какие-то танцы дикие. То есть ты как личность в этот момент и отсутствуешь напрочь. И хорошо, если это просто дикие пляски, дикие танцы какие-то, да, потому что мы все знаем вот эти страшные какие-то истории были в 2000-х, ну, по всему миру, да, вот Аум Сенрикё, по-моему, да, деструктивный культ. Потом в Индии очень много таких направлений было. То есть там тимбилдинг строится уже на каких-то более серьезных вещах, на групповых этих оргиях, да, и то есть люди, которые, как сказать, ну, условно говоря, окунулись в это, измазались во всем этом. То, что было в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Вот это их скрепляет. Я скажу даже больше, да, мы говорим о таких мелких вроде бы, но и крупные финансовые структуры, если побывать на их семинарах, в последнее время очень часто вот это вот явление напоминает. Ну, я и говорю, потому что по-другому в целом сложно. Крупные финансовые структуры. Это нужно, чтобы вот массово вовлекать, нужно вот именно вот эти вот массы таким образом и обрабатывать. Даже вот в начале 2000-х годов в Якутске, да, ну, я другого слова не подберу, как орудовала. Тоже такая практически сектантская структура, да, куда вовлекали известных людей, людей обеспеченных. То есть это были в основном певцы, артисты, да, известные журналисты какие-то крупные, политики, бизнесмены. И они проходили курс, тренинг личностного роста, в рамках которого вот как раз-таки необходимо было выполнять такие задания, которые напрочь вообще лишают тебя от твоего как бы личностного содержания, да. Ну, вот просто в качестве примера приведу. Нужно было там несколько дней не ночевать дома. Жить образом жизни бомжа. То есть денег у тебя не должно быть собой. Ты просто ходишь и попрошайничаешь где-то, да. То есть таким образом ты ходишь ты под себя, питаешься тем, что ты где-то найдешь на помойке, да. И в итоге как бы ты как бы выходишь за рамки. Обретаешь свободу. Обретаешь якобы свободу, да. От денег. На самом деле вот это вот тоже какие-то вот вещи, которые происходят постыдные, да, унижающие человеческое достоинство, они тоже неким образом объединяют людей. И вот эта вот общность у них формируется. Ну, каждый отдал по 25 тысяч. Это в начале двухтысячных. Это довольно существенная сумма была. Ладно, но там люди известные, политики, как ты говоришь, бизнесмены, но они же сами пришли. Вот на чем основывается большинство схем, которые... Они сами пришли. Там все элементарно. Они сами пришли, сами отдали, сами купили, даже за 150 какой-то пылесос и так далее, и так далее. Согласны? Да. То есть, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Да, да. Я поэтому и говорю, что в целом запрещать тут как бы бессмысленно и глупо, это просто нужно научиться отделять... Зерна от плевел. Да, зерна от плевел, добро от зла, и в целом четко разграничивать вообще, что есть добро несущее, а что есть просто на тебе зарабатывание. Ну, потому что кем-то созданная идея, дополненная кем-то созданной, опять же, моделью продаж, это не есть твоя свобода, это не есть твой продукт. Ты не можешь делать все, что ты хочешь с этим. Тебе спускаются скрипты, какие ты посты должен выкладывать, да, буквально прям текст. Ну, там что-то ты можешь дополнить, индивидуализировать. По сути, это один и тот же поток информации, одинаковые абсолютно. С одинаковой подачей, да, и вот этот одинаковый единый посыл о том, что вы никто, вы жирные, тупые, нищеброды, да, то есть если вы не в нашей команде. Вот это демонстрация чеков. Вот моя зарплата за этот месяц. Ну, понимаете, люди мне пишут, говорят, правда, мы же вообще настолько уже глаза замылились, мы постоянно видим эти чеки, и нам кажется уже действительно, а что же я такая неудачница и сижу, и не могу себе позволить заколачивать эти миллионы. Люди так это воспринимают. То есть вот это в целом как бы идет уже некое такое деструктивное, разрушающее общество, да, воздействие. Потому что они создают фон вот этой успешности, хотя на самом деле это не так. Ну, потому что сколько этих сетевых компаний, меня во все звали, абсолютно. И тряпочки ты купи за 7 тысяч, там, да, вот эти вот. Как бы просто, ну, без этих тряпочек ты просто жить не сможешь, да. И какие-то там средства, шампуни, какие-то вот, я не знаю, составы, то есть на них ты похудеешь, на них ты станешь красивее, на них ты станешь, я не знаю, что еще, да. Никто еще из них не разбогател. То есть все те конкретные люди, которые меня звали, я их вижу, ну, все то же самое происходит. То есть у меня такое ощущение, что они, может быть, без меня не могут разбогатеть, да. То есть я теперь такой вывод могу сделать. Ну, поскольку сейчас довольно активные такие блогеры, да, с большим количеством подписчиков, вдруг все-таки решили дать свое согласие на участие в этих процессах. Кто-то на тебе хотел попиариться? Или кто-то хотел, чтобы кого-то попиарить? Ну, это не пиар, понимаешь, но принцип работы элементарный. Я говорю, вот здесь очень классно, все коммон сюда, да, все бегут туда, и, соответственно, начинают двигать эту пирамиду вверх. Это элементарно, то есть это поступательное движение. Но люди просто забывают о том, что под словом «мы здесь развиваемся и растем» растет только зарплата. Ну, возможно, даже того отдельного человека, который вступил. Но ему надо привлечь дальше за собой, чтобы вот эта подпорка была, да. Но вертикального развития не происходит. Это вот просто как бы движение по горизонтали. То есть люди, допустим, просто берут, забивают на свои специальности, на свое образование. Карьеру. На свою карьеру. Пускай даже, может быть, она буквально там год назад началась, и они хотели какого-то мгновенного взлета, да. Но так это не происходит в жизни. И они считают, что вот я сейчас, да, могу заработать 100 тысяч в месяц. Чего я буду сидеть и ждать и расти вот в профессии врача? Мне кажется, страшнее всего, когда врачи. Страшнее всего, когда врачи. Начинают предлагать вот это. Во-первых, когда они начинают предлагать. Во-вторых, когда они уходят просто в этот сетевой бизнес. Потому что, ну, я знаю реальные истории, да, когда очень сильный врач скорой помощи, который может реанимировать, который может поставить укол умирающему пожилому человеку, а у них сложно вены найти, да, вообще в целом бывает. Он умеет это делать, который может принять роды на ходу, в скорой помощи, опять же, в машине, да, и он уходит в этот бизнес. Но, с другой стороны, им может комфортно там? Да, ему комфортно. Им комфортно. Им комфортно, причем они это преподносят так, что это, наоборот, победа над собой. То есть я вот так сделал. Будучи вот таким человеком, от которого зависит жизнь, здоровье людей, ну, вот я сделал этот выбор. То есть я вот как бы превозмог себя. И теперь как бы, ну, вот я сейчас... Теперь я призываю, чтобы и вы превозмогли. Теперь я призываю, чтобы и вы превозмогли. И теперь, на самом деле, мои мозги заплывают жиром. Потому что что происходит? Ну, никакого развития. И обидно, что такой человек теряет квалификацию, теряет свои навыки, теряет запись в трудовой элементарно. То есть у него уже стаж прерван. Это тоже опасно. Если кто-то еще и совмещает, может быть, да, с основной деятельностью, не забывая о той клятве Гиппократа, которую давал, да, то это один разговор. А когда вот такие вещи происходят? Ну, просто здесь речь о чем, да? У нас очень маленький регион. И я вот это вот сейчас уже повальное увлечение этими сетевыми всевозможными структурами вижу. И у меня такой вопрос возникает. Ребята, а кто вообще нас будет учить, лечить, чинить, ремонтировать, обеспечивать связь, коммуникации, управлять опять же нами, да? Поэтому мы, в принципе, получаемся вообще очень таким удобным механизмом для управления. То есть там народ где-то сам по себе варится в своих этих порошочках, да? А здесь коррупция может вообще просто зацвести, так как, я не знаю. Хорошо. Мы в первой части нашей программы с Аленой Алексеевой, главным редактором сайта якутянка.ру, поговорили о сути явления, да? Во второй части, которая сразу после рекламной паузы, мы поговорим о какой-то этике, о каких-то тех табу, и, возможно, можно, в тех вещах, которые принято называть сетевой маркетинг. Смотрите нас сразу после рекламы, увидимся. Мы продолжаем программу «Народный контроль» в формате разговора, откровенный разговор, один на один, с Аленой Алексеем, руководителем сайта якутянка.ру. Мы начали с того, что практически весь сетевой маркетинг целевой своей группой видит лиц женского пола, начиная от их бесконечного желания похудеть, заканчивая там каким-то чудо-косметикой и так далее, которая позволит им светиться в кадре Инстаграма. Так, во второй части мы грозились поговорить о различных табу и различных можно. Что можно, что нельзя, этически, морально, может быть, и так далее. Даже в преступном мире. Есть же выражение, мы не трогаем младенцев, старух, детей и так далее, убогих коллег, немощных и так далее. Наши субъекты, походу, не гнушаются. Не гнушаются, абсолютно. То есть, очень много бабушек. Очень, ну, бабушек, конечно, немного. Много? Немного. Ну, может быть, они просто Инстаграм-страницы не умеют вести в том объеме, в каком это требуется. Но истории с бабушками имеют место быть. И это прям, ну, очень неприятная ситуация. То есть, когда занимается молодая девушка, женщина, да, та, которая владеет информацией на каком-то базовом уровне, на которую просто насаживается дополнительная информация в виде, там, конкретной продуктовой линейки, да, ей проще гораздо. А бабушка, которая в целом знает, что есть пудра, есть помада, все, и не различает, по большому счету, да, и ее ставят торговать продукцией, пусть и хорошей, но той, в которой она никогда в жизни не разберется в тонкостях. Эти оттенки, там, это для типов кожи. И вот этот стресс, который начинает испытывать вот эта вот пожилая женщина, когда ей задают элементарный вопрос, для какого типа кожи вот это средство, да, это, ну, это просто, в принципе, создается ситуация, опасная для ее здоровья. А вдруг ее в этот момент инфаркта хватит от перевозбуждения, да, эмоционального. Потому что, ну, это вот такая, как бы, вот эта гонка, я вот это не иначе, как крысиными бегами называю, и по-другому никак, мне кажется, нельзя. Хорошо, модель вторая, да, той же человеку пожилого возраста предлагают приобрести в кредит какой-то чудо-матрас, чудо-пылесос. Нет, ну, и матрас, и пылесос, и набор косметический, без которого она жить не сможет. Опять же, женщина. Ну, потому что мужчинам действительно все вот это не нужно. Это вот на женском восприятии можно играть бесконечно, да, вариаций очень много. Я просто знаю, что вот одну, ну, как это, прям при мне происходило, родственницу, она приехала домой, с ошалелыми глазами совершенно, говорит, мне нужен паспорт. Зачем паспорт, то не спрашивайте, нужен паспорт и все. В коридоре кто-то стоит. Это оказывается, ее привезли практически на такси, главное, да, сопровождая на такси. То есть они даже не доверяют человеку, которого отпускают домой за паспортом, приезжают вместе с ним, чтобы оформить кредитный договор на набор косметики стоимостью около 50 тысяч, в состав которой, я не знаю, там 5 продуктов, наверное, входит. То есть каждая единица стоит 10 тысяч. Ни одна люксовая марка, да, вот таким ценником не обладает. То есть вот до такой степени запудривают мозги. И почему-то под это вот уже попадают женщины в определенном возрасте, когда им вот рассказывают о каких-то там наклеточном уровне с вами. Или они, допустим, проводят такие очень наглядные эксперименты. Они говорят, приходите на бесплатный там мастер-класс или что-то такое, да. В общем, полностью лицо умывается, на половину лица наносится косметика, половина лица остается без ухода. Они говорят, посмотрите, какой эффект. А эффект, он будет, даже если ты кремом для рук нанесешь вот на эту половину, эффект все равно будет. Мелоразведенный. Да хоть что, да. И то есть это такой развод чистой воды. Потому что любой уход, он, естественно, в сравнении без ухода, особенно для уже людей в возрасте, да, это, конечно, очевидно. И все это очень такие наглядные маркетинговые приемы. Хорошо, это одно табу, одно можно или нельзя. В принципе, мы не говорим, что это то, что не запрещено. Знаешь, что табу, вот я считаю? Да. Да, я считаю табу и некрасиво, и отвратительно, и не патриотично, прежде всего. Такие вещи двигать, будучи, допустим, депутатом. Будучи, допустим, кандидатом на второй срок, там, очередной, да. Потому что у нас есть одна структура, которой руководит вот именно депутат горсобрания. То есть, понимаете, у нас и так сам по себе регион дотационный, да. Мы, у нас там промышленности как таковой-то и нету. Город-то вообще просто административная столица, да, культурная. Мы ничего не производим, да. Сельского хозяйства у нас нет. Ну, у нас пытаются как-то его поддержать, выделяют там дотации, субсидии. На них приобретаются квартиры в городе. То есть, происходит усиление внутренней миграции. И люди, приезжая в город, дальше идут работать в сетевой маркетинг. Круто? Потому что безработицы. Ну, выделили деньги на поддержание сельского хозяйства, а деньги направили не туда. И то есть, получается, что наши же собственные руководители, да, отнимают у граждан деньги, которые те могли бы потратить на какое-то там, я не знаю, развитие, да. Приобрести, например, даже элементарно хороший кусок мяса. Они покупают порошочки. Ужин у них состоит из какого-то супчика, который они развели, да. И об этом женщины у меня прямо в комментариях пишут. Я просто начинаю думать, как вообще и чем живут эти семьи, которые ужинают порошковыми супами. И не это страшно. И не это страшно, на самом деле. Ну, то есть, взрослая женщина хочет питаться порошковым супом. Ради бога, пожалуйста, да. Но детей-то зачем? Но детей, как бы. Ну, дети, во-первых, опять же, да, возвращаясь вообще к теме вот этого сетевого маркетинга, о котором все время говорят, вы будете левой пяткой зарабатывать там великие миллионы. Это не так, на самом деле. На самом деле, у людей весь день заключен в том, что они находятся в телефоне, в интернете, в инстаграме. Они, если не выкладывают посты эти, да, причем как можно писать без конца об одном и том же? То есть, каждый раз какими-то новыми словами, ну, это очень сложно. Вот просто технически я не представляю. Ну, линейка продуктовая, она же все равно имеет какой-то лимит. То есть, ты уже по второму кругу в течение, там, этого месяца будешь описывать, какой прекрасный порошок или какой прекрасный коктейль, да? Когда их заусил. Да, и получается, что экономика развития не получает. Люди вместо того, чтобы двигать экономику, уходят в торговлю непонятно чем. В погоне за каким-то автомобилем, который, кстати говоря, ничего и ни разу не в подарок, как рассказывают и кричат об этом лидеры. Он покупается в кредит компанией. Ну, почему в кредит? Потому что компании удобнее не разово вывалить большую сумму, да, и подарить человеку, который набрал какое-то количество баллов. Ему удобнее вот так вот по чуть-чуть выплачивать. Это же лучше же, когда людей все больше и больше аккумулируется, а эти дорогие автомобили, они не дарятся так часто. И, соответственно, а причем условия окончательного перехода этого автомобиля во владение этого растущего менеджера, да, что он не понизит свой чек. То есть он уже на три года не свободен вообще. Он еще больше должен рыть носом землю. Какая разница, где брать кредит? Либо в банке? Это так почестнее же будет. Так честнее, да. Во-первых, у тебя нет клейма на корпусе, на кузове автомобиля. Я не знаю, да. Во-первых, говорят о том, что это очень крутой автомобиль. Да, это хороший, это солидный автомобиль высокого класса, да, так скажем. Но если он с клеймом, это уже как-то не солидно, да. То есть я вообще в целом как бы воспринимаю, когда вот я вижу в городе ездят машины с логотипами, я понимаю, что у людей прям прижало, что они согласились себя заклеймить. Нет, тоже с наклейками езжу, спонсоров программы. Ну, спонсоров программы, ну, как бы, окей, ты двигаешь эту тему, да, то есть тебе наклеили, тебе за это заплатили. Или какой-то ты там от этого бонус имеешь. А здесь ты вынужденно ездишь, потому что компания у тебя не спрашивала. Она сказала, такой вот ты получишь автомобиль. Ну, и причем в такой базовой комплектации, конечно, ну ладно. Сегодня вот в нашем обсуждении мы затронули одно имя, которое сказали, Билл Гейтс там был сыном какой-то там, я не знаю, кого-то и так далее. Но касаемо Билла Гейтса есть одно выражение, да. Он одной фразой чуть ли не уничтожит биткоин, да, сказав, что то, что не подкреплено никаким производству, ничем, оно обречено... На провал, да? На провал, да. Вот эти вот апелляции к тому же Киесаке и так далее, и так далее, вот это, я не знаю, у людей здравомыслящих же это просто может вызвать отторжение, идеосинкразивию. Согласна с этим? Согласна. Ну, я не знаю, либо у нас действительно край непуганных, либо у нас столько занижен уровень жизни, что все хотят немножко повысить любой цену. Занижен уровень жизни. У нас очень низкий уровень жизни. В этом секрет? Ну, в этом одна из основ. Во-вторых, у нас очень сильно коррумпировано... И трудоустройство, и... И все. Все? Все. И поэтому человек в целом, он, конечно, чувствует себя и ненужным, и покинутым, и, как бы, условно говоря, на обочине, и он сам самостоятельно должен что-то делать, да? И в целом у нас в обществе очень развиты иждивенческие настроения. Патернализм. Молодежь, это не, кстати говоря, не она сама виновата, естественно, да, это те, кто воспитали. Они привыкли получать все легко. Или они не научили, их не научили проявлять собственную позицию, собственное мнение, да, принимать какие-то самостоятельные решения. Даже в ВУЗ, допустим, поступление происходит. Каким образом? Можно вот летом в любую приемную комиссию приехать, туда приходят с родителями, студенты приходят с родителями. И они выбирают, по какому принципу. Здесь какая зарплата будет, когда закончат? Все, сюда иди и пиши заявление. Никто не спрашивает, хочешь ты быть геологом, да, или хочешь ты быть медиком. Вот все, вот сюда идешь и все. Ну, естественно, как бы студент, абитуриент, который не принимал решения, каким образом он будет учиться. Или каким образом он вообще будет ценить тех педагогов, которые приходят и рассказывают ему действительно какие-то уникальные вещи. То есть обесценивается вообще сам по себе труд. Обесцениваются профессии. То есть вот надо сейчас эти сто тысяч урвать, и все. Иначе все. Иначе ты как бы не успешна. Иначе ты не счастливая, и неудачница, и лузер. Лузер – это сильно. Я расскажу обратную историю. Года три назад у меня на стройке работал молодой человек, который очень был заинтересован всякими вот этими сетевыми штучками. Я ему вот сказал, ну, слушай, такого не бывает. Вот лекторию я недавно проводил, да, пришла куча людей, которые, оказывается, хотят в плане отделки жилья заплатил, забыл, и чтобы это было дешево. Я говорю, так же не бывает. Дешевле будет, если вы разобьете все на отдельные циклы и будете все сами контролировать. Тогда молодому человеку я сказал, так не бывает, чтобы ты сразу вот здесь и сейчас взял и стал богатым. Нужно вкалывать, повышать уровень и так далее. Последний раз, когда я с ним виделся, это было месяца три-четыре назад, он был главным инженером где-то на большом предприятии. Я считаю, что это обратная история, когда человек не поддался, устоял перед соблазном. Это очень круто, но потому что, в целом, да, если взять даже саму историю, ну, я же говорила уже, нету ни одного такого прям разбогатевшего или человека, ставшего прям суперуспешным на такой основе. А когда ты растешь внутри профессии, внутри специальности, когда ты повышаешь свой опыт, когда ты повышаешь квалификацию, ты растешь только вверх исключительно. И мало того, что ты растешь вверх, ты еще и крепнешь. То есть у тебя уже никакая ситуация, никакой кризис, в принципе, не сдвинет. Если ты крутой специалист, в тебе будут нуждаться. Если ты активно принимаешь участие вообще в собственной жизни хотя бы, да, то ты сделаешь так, чтобы развиться вертикально. Но это неизбежно просто. То есть здесь нужно вот как-то мозги перекраивать, мне кажется, в обществе. Даже сидящим по уходу мамочкам? Даже сидящим по уходу мамочкам. Потому что большинство уже они вывлечены. Ну потому что на это... Для них это самозанятость. Нет, ну нет, это, понимаешь, на это очень большой упор делается. Потому что, ну кажется, да, вот ты сидящая по уходу... Это, во-первых, кстати говоря, мужская позиция. Да что ты вообще делала? Ты же дома сидишь. То есть как бы безделье. На самом деле у сидящей... Это большой труд. У сидящей по уходу мамочек, у нее, в принципе, нет свободной минуты. И очень плохо, конечно, когда сидящая по уходу мамочка сидит все время в Инстаграме. Ну, кстати, вот говоря, дети сетевиков, они самые беспризорные. Они не развиты, потому что, ну, им не уделяют время, да. Потому что мама в Инстаграме, потому что она должна воевать с какими-то неверными, да, которые до сих пор еще не стали адептами вот этой вот великой идеи обогащения. Или она должна обучать новичков, которые пришли. У мам сетевиков нет свободной минуты на самом деле вообще. Все вот эти истории, это все вранье и профанация. Я прекрасно знаю, что они не могут даже детей своих оставить. И как правило, кстати говоря, да, вот эти женщины, они на себя такой хомут взваливают. Поскольку это, опять же, женское направление, да, тогда лидером и добытчиком в семье становятся женщины. А это, опять же, очень опасно. Это очень великий соблазн посадить себе мужа на шею. И, как правило, вот эти истории об этом говорят. То есть мужчина потом просто, он такой вот вспомогательный элемент в семье, да. Жена же там миллионы зарабатывает, а скоро у нас будет машина представительского класса. Хорошо. Я закончу своим наблюдением то, что сетевой бизнес очень жестко отстаивает свои интересы. Очень жестко. Для них это, возможно, жизненно важное направление. Согласись? Это большие деньги. Конечно. И они будут отстаивать. Они будут громить вот тех неверных, которые не согласились стать. Но я, опять же, тоже, допустим, в своей позиции еще больше и больше крепну, да. Почему? Потому что я считаю, что вот именно женщины, будучи незащищенным таким в этом смысле слоем населения, они подпадают под вот эту агрессию и сами становятся источником агрессии. Почему? Потому что они начинают бояться. Они боятся, что вот эта почва уйдет у них из-под ног. И они продолжают еще верить в то, что можно каким-то образом обогатиться, можно каким-то образом развиться. Но это не развитие, конечно. И для меня, допустим, почему это страшно? Потому что это, во-первых, дети страдают. И это те дети, которые будут в будущем жить с нашими детьми, общаться. Ну, то есть, как бы я смотрю на перспективу, на годы вперед. Я знаю, что все не разбогатеют, все, кто сейчас пытается вступить или находится там. Это нереально. Спасибо, Алена, за очень интересный монолог. Как-то быстро. Да, как-то быстро, все 40 минут пролетели буквально мгновение ока. Еще раз, развитие материалов можно посмотреть на сайте якутянка.ру. То есть, исходный тот пост, в котором, прочитав который, я понял, вот она, эта девушка, которая на текущий момент является собой знамя, штандарт такой, ну, противодействию вот определенным. Я патриот просто. Патриот, ты хочешь, чтобы деньги шли на развитие? Я хочу, чтобы деньги шли на развитие отдельных семей, вот вертикально развиваясь, а не вот это вот. Тем более, что они не тратят, они не могут накопить, я вот хотела об этом сказать, но напишу. Мы еще продолжим, да, мы продолжим в интернете нашу тему, нашу дискуссию. Еще раз, вопрос остается открытым, и просто так, вот придя и поговорив 40 минут, этого, конечно, не решишь. Но спасибо еще раз Алене Алексеевне, что высказала свою позицию по поводу того момента, что очень много людей вокруг, которых мы знаем, которых уважаем, которых любим, они больше и больше вовлекаются, ну, различной формой сетевого бизнеса. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин